Шарфики, сумки и планшеты. В квартиры многих каргандинцев уже приходили интервьюеры для сбора данных. К чему нужно быть готовыми гражданам? С какими трудностями сталкиваются сотрудники при проведении национальной переписи населения? Ирина Вобещевич побывала на одном из обходов. С одной стороны, это было мне интересно, так как перепись, еще и сказали, что она будет первая электронная проходить. И в целом, как хотел увидеть изнутри, как это все происходит, и решил заодно и подработать, и еще и вот так вот узнать эту систему в целом. Сколько вам заплатят? Мне заплатят 104 тысячи за месяц работы. За месяц? Да. Здравствуйте, это перепись населения. Максат Нагербеков шестой день обходит веренный ему для проведения национальной переписи населения дом. Всего ему нужно за месяц собрать данные на 833 человека. Иногда приходится подолгу стоять, чтобы попасть в подъезд. Но на этот раз все шло хорошо. Второй этап переписи населения начался 1 октября и продлится до конца месяца. Меня зовут Нагербек Максат. Я являюсь интервьюером национальной переписи населения. Вам сейчас удобно будет пройти опрос и пройти перепись? Да, вам будет. Валентина Авязова, прежде чем запустить домой интервьюера, проверила бейдж. Так называемое удостоверение выдается приписному персоналу на период проведения переписи населения. В нем имеется фотография, печать территориального органа статистики. Но это еще не все. В нем имеется шарф и портфель с логотипом, а также главное орудие – планшет, куда и будет занесена вся информация. Год постройки вашего дома? В 2008. Ага, хорошо. Перечень вопросов в этом году значительно расширен. Он включает 67 вопросов и 20 уточняющих подвопросов. Над интервьюером осуществляет контроль инструктор-контролер. Первая трудность – это, наверное, мы не можем попасть в подъезд. Многих дома нету, потому что все люди, знаете, работают. Второй этап – сейчас, ой, не знаю, мы только медсестрам открываем, вы кто такие. Вторая препятствия – это, конечно, не дают данные населения. Жители порой неохотно делятся некоторой информацией о себе и о членах своей семьи, говорит Сауле. Приходится объяснять, для чего это надо. Первый вопрос был недоумение дохода. Все прямо боятся этого вопроса. О, всем надо знать, сколько доходов. Второй вопрос – это у женщин, сколько родили детей живыми. Год постройки, многие не знают. Ой, надо открывать документы, искать. Мы говорим приблизительно. На опрос в лучшем случае уходит 10 минут, если данные только на одного члена семьи. Если семья большая, то затрачивается до получаса. Валентина Авязова прошла опрос быстро. Ну, хорошо, быстро прошли. Мне понравилось. В прошлый раз мы… В 2009-м проходила я перепись. Тогда еще была на бумажном носителе. Сейчас удобно, быстро. Ну, немножко неожиданно то, что там о состоянии здоровья спрашивают. Вот эти новшества, что там про прививки. В принципе, я не затруднилась. Ответила на все вопросы как… Вот, считаю нормальным. Сохраняется возможность пройти опрос самостоятельно в онлайн-формате. Тогда не нужно будет дожидаться интервьюеров. Или, как их еще называют, счетчиков. Перепись проходит онлайн на сайте sanak.gov.kz. Вы сами прошли перепись? Да, уже прошли. Как вы проходили? Как эти электронные виды проходили? Вы уже всю семью свою переписали? Да, все, все, все.